Вот вы вчера в своем выступлении говорили, что нам от шельфовых проектов, а сейчас лучше отказаться. Почему вы так не делаете? Как интересно. Именно на это обстоятельство вы обратили внимание. Я много чего говорил. Дело идёт... Ведь речь идёт не только о шельфовых проектах. Надо быть сейчас чрезвычайно экономным, экономичным в принятии глобальных решений. Нефтегазовый комплекс — это громадный мир, гигантский мир, который полностью обеспечивает, обустраивает экономику нашей великой страны. Что греха таить? Денег немного сейчас. С финансами трудно. Тем более понимается, какая штука. Но на самом деле это решение Сената США о открытии экспорта нефти. Значит, американская нефть поплывёт в Европу. Иранская нефть появляется и угрожает опять нашим трубопроводам, ориентированным на Европу. Всё это говорит о том, что перспективы наши в получении валюты за счёт нефтегазового комплекса, эти перспективы сужаются. Нефть и газ для нас — один из немногих источников поступления валюты. Мы должны быть очень экономны в этом контексте. А коли так, и коли мы знаем, что трудно извлекаемые источники, такие как Баженовская свита, и вязкие нефти с одной стороны, и шельф с другой стороны, они полностью находятся в зоне импортозависимости, то вполне естественно, мы должны делать какой-то выбор. Мы не можем, честно глядя в лицо правде, мы не в состоянии финансово обеспечить реальное развитие всех проектов. Чему-то мы должны отдать предпочтение. Когда я говорю о том, что предпочтение надо отдать Баженовской свите, это один из возможных вариантов. Может быть, найдутся специалисты, которые скажут, вы знаете, нет, предпочтение давайте отдадим шельфу. Я с этими специалистами буду спорить. Почему? Потому что я считаю, что суша нашей страны недообследована еще. И она таит громадное количество месторождений, с которыми мы, в принципе, умеем управляться лучше, чем с морскими месторождениями. Вы понимаете, под месторождениями, уже хорошо известными и освоенными, татария, башкирия, тюмень, лежат на большей глубине, и это уже определено, куда более богатые месторождения. До них только добираться надо. Мы привыкли работать на месторождении 2,5-3,5 тысячи метров. Сейчас же обследуются глубины 6-7 тысяч метров, и мы там обнаруживаем нефть. Мы чрезвычайно богаты в этом отношении углеводородимые. И мне кажется, не имеет смысла тратить безумные деньги, идти на громадные экологические и прочие риски, для того, чтобы влезать в шельф, особенно в районах полярных, особенно в районах Арктики. Вы понимаете, там катастрофа типа той, которая была на Hotpoint Horizont в Мексиканском заливе. Это будет всемирная катастрофа, куда более серьезная, чем то, что было в Техасе. Я ответственен на Ваши вопросы? Да, но ведь говорят, что там основные сейчас делают ставку на количество запасов. У нас сейчас разрабатывается, ну, самая разрабатывающая регион – Западная Сибирь, верно? Самая разработанная у нас вторая Баку – Татария-Башкирия. А более поздние разработки – это Западная Сибирь, Тюмень, которая в значительной мере уже сэксплуатирована. И совсем плохо разработана у нас Восточно-Сибирская месторождение и Дальний Восток. Ну, что я Вам могу сказать? Перспектива Восточно-Сибирских пока, она тяжеловата. Почему? Потому что там множество месторождений, но они мелкие все, там полностью отсутствует инфраструктура, нет дорог, нет жилья, там отвратительный климат, он не приспособлен вообще для человеческой жизнедеятельности. Наша страна, вот не случайно, говорил член КОРСА Академии наук Богоявленский, наша страна, 70% она лежит в пределах вечной мерзлоты. Понимаете, мы северная страна, вот это надо учитывать во всех наших ползновениях, во всех наших планах. Поэтому давайте работать в более привычной для человека среде. Суша, да, наша среда, так предопределила природа. Вода, море, это не наша среда. И я Вам могу с полной уверенностью сказать, что освоение шельфа, это не менее сложная задача, чем освоение космического пространства. На самом деле, не случайно мы космические технологии пытаемся притянуть сейчас именно к освоению шельфа. Это чрезвычайно сложная инженерная задача. Но тем не менее, очень много говорят о перспективе разработки шельфа. Создаются конференции, что-то обсуждают. Это как голубая мечта российского государства все-таки, или реальная, недалекая перспектива? Вы понимаете, какая штука? Много специалистов, много политики, много компаний, много корпоративных интересов. Я все сказал? Да. Еще один вопрос по поводу итогов конференции. Что Вы можете сказать? Найдены какие-то решения? Да. Итоги конференции меня удовлетворяют полностью. Я узнал для себя очень много нового. Вот я сам погружен в эту проблематику на протяжении уже порядка двух десятков лет. И я Вам должен сказать, что за эти два дня я узнал много нового для себя. Не потому, что я был недостаточно подготовлен. В общем-то, я готовлю и кандидатов и докторов наук именно в этом направлении. А дело в том, что новации появляются с гигантской скоростью, с гигантской динамикой. У меня вышла книжка полгода назад, она уже устарела. Она как раз называется «Импортозамещение в нефтегазовом комплексе». Я сегодня листаю ее и думаю, господи, как же я был наивен. Понимаете, какая штука. А сегодня я узнал много нового. Тем более, как много нового узнали люди, которые присутствовали здесь сегодня и вчера. Широченный спектр вопросов. И все присутствующие, как мне кажется, они поняли, что это не узкая машиностроительная проблема, как мы думали раньше. Что давайте мы сделаем этот насос, поставим его на место американского и проблему мы решаем. Это гигантская проблема от программного обеспечения, от автоматизированных средств управления, включая машиностроительную продукцию, включая очень много совершенно различных аспектов, услуг и так далее, и так далее, и технологий громадного множества. Вот все убедились в том, что это глобальнейшая задача. И сегодня принимается важнейшее решение. Оно заключается в том, что мы говорим о том, что необходим системный подход к решению этой проблемы. От импортозамещения мы должны идти к импортонезависимости. От импортонезависимости мы должны идти к конкурентоспособности. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие читатели нефтяньки, от души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, несмотря на те проблемы, которые сейчас посещают нефтегазовый комплекс, я имею в виду перспективы поставки американской нефти, перспективы получения иранской нефти на мировой рынок, все-таки иметь уверенность в том, что продукт нашей с вами деятельности, наши отечественные углеводороды, всегда находили и будут находить устойчивый спрос. А значит, это залог благополучия нашего с вами и дальнейшего процветания. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok